Чтобы выиграть футбольный матч, нужно забить гол, но иногда для победы недостаточно одного мяча, поэтому команды стремятся забивать как можно больше. Это топ-10 лучших нападений сезона. Поехали! Десятое место. Ювентус, Леон и Хофенхайм. Все три клуба забили в сезоне по 70 голов. Ювентус восьмой раз подряд завоевал чемпионство, а это рекорд среди команд топ-5 Лиг Европы. Лучшим бомбардиром и ассистентом клуба сходу стал Криштиан Роналду. Он также признан лучшим игроком сезона в серии А. Леон, как и год назад, завоевал бронзу и попал в зону Лиги Чемпионов. Львы стали самой бьющей командой чемпионата и второй командой по владению мячом, а Муса Демберея в своем дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром Леона. Хофенхайм весь сезон играл по излюбленной схеме 3-5-2, много забивал и много пропускал, и в итоге всего лишь девятое место в Бундеслиге. Крамарич стал лучшим бомбардиром команды и уже привлек внимание Баварии. А второй нападающий Хофенхайма из Хакбель Фадзилу установил уникальный рекорд. Забил в матче против Мальчистер Сити на 43 секунде. Девятое место. Арсенал. Уная Эмери только начал строить свой арсенал и по ходу сезона перепробовал 8 тактических схем. Мисут Азил и Генрих Мехитарян много пропустили из-за травм, но даже когда выходили на поле, были тенью самих себя. Одним из факторов успешной игры в атаке стала шикарная форма двух основных нападающих. Абамиянг и Ля Козет зажигали как могли. Абамиянг стал лучшим бьющим игроком канониров и лучшим бомбардиром АПЛ, а Ля Козет стал лучшим ассистентом команды. Восьмое место. Наполи. На старте сезона Карл Анчелотти использовал схему 4-3-3, но после первых неудач перешел на 4-4-2. Наполи стал самой бьющей командой серии А, лидером по количеству голов забитых после атакующих комбинаций и лидером по количеству и точности передач. Аркадий Шмилек, восстановившийся от двух травм крестообразных связок, наконец-то провел полноценный сезон и стал лучшим бомбардиром команды. Лоренцин Синия при новой схеме чаще оказывался в роли второго центра форварда и стал самым бьющим игроком команды, уступив серии А, поэтому показатели только Криштиан Роналду. Лучший ассистент команды Дрис Мертенс вышел на третье место по числу голов за клуб, уступая Марадоне и Мараку Гамшику. В активе бельгийца пока 109 голов. Седьмое место. Аталанта. В 2015 году Аталанта еле спаслась от вылета из серии А. В прошедшем сезоне завоевала прямую путевку в Лигу чемпионов, обойдя Интер, Милан и Рому. Весь сезон Гаспарини ставил схему с тремя защитниками, а в нападении использовал связку Сапата Ильичич. Сапата, которого, кстати, критиковали в прошлом сезоне за нестабильность, провел лучший сезон в карьере и за год подорожал на 15 миллионов евро. Ильичичи вовсе мог пропустить сезон из-за болезни, но нашел в себе силы и вернулся в самый нужный момент для Аталанты. Он стал самым бьющим игроком команды и больше всех совершил обводок. Ну а капитан Алекандро Гомес стал лучшим диспетчером чемпионата. В общем зачете аргентинец совсем немного уступил Роналду в звании игрока сезона серии А. Шестое место. Боруссия. В прошедшем сезоне Лисиан Фавор использовал гибкую схему 4-2-3-1, в которой многие игроки не были перевязаны строго к позициям. Самый универсальный в этом плане Марко Ройс. Он мог в одном матче сыграть и форварда, и центрального полузащитника. Дортмундцы предпочитали короткий розыгрыш мяча, и на любом участке поля создавали треугольники, которые помогали в развитии атаки. По количеству и точности передач Боруссия стала второй в Бундеслиге после Баварии, а по количеству успешных обводок Дортмунд впереди всех. Лучший дриблер команды и всего чемпионата восходящая звезда Джейдан Санчо, который к тому же стал лучшим ассистентом Боруссии и всей Бундеслиги. Приятной неожиданностью для Боруссии стала игра нападающего Пака Алькасара. Летом команда взяла Пака в аренду из Барселоны, где испанец не смог пробиться в основной состав. В итоге он стал лучшим бомбардиром-дебютантом в истории немецкого чемпионата, при том, что большинство матчей он входил на замену. Пятое место. Бавария. Седьмой раз подряд Бавария стала чемпионом Германии, а ее нападение самое результативное последние три сезона. Мюнхенцы больше всех били поворотом и больше всех владели мячом. В основном Нико Ковыч использовал схему 4-2-3-1. На острие атаки выступали Роберт Ливандовский, который второй год подряд лучший бомбардир Бундеслиги. Справа помощь поляку оказывал Сердж Гнабри, который забил 10 и более мячей в третьем сезоне подряд, причем сделал это за три разные команды. Левый вингер Кинсли Комманс стал самым молодым игроком, завоевавшим седьмой чемпионский титул подряд. А лучший ассистент команды – Йосуа Кимих. Легенды клуба Франк Рибери и Арьен Робин забили по голову в последнем матче и помогли Баварии завоевать чемпионство. Теперь со спокойной душой и в роли свободных агентов летом оба покинут клуб. Четвертое место. Ливерпуль. В составе Мерси Сайдсов сразу два лучших бомбардера – Мохаммед Салах и Садио Мане. Салах отыграл все матчи чемпионата, стал лидером команды по успешным обводкам и ключевым подключениям. Садио установил личный рекорд по голам в сезоне. Фермино хоть и не был таким ярким, как партнера по атаке, но зато стал самым результативным бразильцем в истории АПЛ. Ливерпуль – лидер чемпионата по голам со стандартных положений. Здорово помогли в этом аспекте два крайних защитника красных – Трент Александр Арнольд и Эндрю Робертсон. Трент стал лучшим ассистентом команды и этот показатель – рекордный ВПЛ для защитников. Робертсон сделал всего на одну передачу меньше Трента, но также попал в команду года английской премьер-лиги. Третье место. Барселона. Атака Барселона четвертый сезон подряд стала лучшей в Испании. Леонель Месси третий раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата и стал первым в истории, кому удалось получить золотую бутсу в трех сезонах подряд. Лео – лидер каталонцев по голевым передачам, лидер по дриблингу и лидер по ударам за игру. Луис Суарес стал самым результативным ругвайцем Ла Лиги. Он превзошел достижения Диего Фарлана, на счету которого 128 голов в чемпионате Испании. На левом фланге Барсы пытались закрепиться Усман Дембеле и Филиппе Каутиньо. Несмотря на периодические травмы, Усман улучшил свои прошлогодние результаты и занял третье место в команде по системе гол плюс пасс. А вот Каутиньо никак не может показать свою игру времен Ливерпуля. У Филиппе недостаточно оборонительных качеств для центрального полузащитника и не достает скорости для вингера, поэтому в схеме, в которой играет Барселона, ему просто нет места. Второе место. Манчестер Сити. Как и в прошлом году, атака Манчестер Сити стала самой результативной в АПЛ. Горожане больше всех били поворотом и больше всех владели мечом. Лучшим бомбардиром стал Серхио Агуэра, повторивший свой прошлогодний результат. На правом фланге атаки блистал Рахим Стерлинг. Он лидер команды по успешному дриблингу и лишь немногим уступил Эдону Азару в звании лучшего игрока АПЛ. У Лерой Сане был самый высокий в команде показатель затраченных минут на результативное действие. В среднем ему необходимо 93 минуты на участие в голе. Важную роль в атакующих действиях команды сыграл Бернардо Силва, который заменил в основе травмированного Кевина Дебрюни. Помимо родного правого фланга, Бернардо использовался на позиции плеймейкера и отлично справился с новой для себя ролью. Первое место. ПСЖ. Второй сезон подряд нападение парижан становится лучшим среди ведущих чемпионатов Европы. В текущем сезоне ПСЖ стал первой командой в истории чемпионата Франции, которую удалось забить в каждом матче. В отличной форме Ангель де Марией. Он стал лучшим ассистентом команды. Лучшим бомбардиром всего чемпионата Франции стал Киллиан Баппе. Донателло – самый молодой игрок в чемпионате Франции, который смог забить более 30 мячей за один сезон в национальном первенстве. Он также самый бьющий игрок чемпионата. Эдисон Кавани долгое время отсутствовал из-за травмы подколенного сухожилия, поэтому показал худший результат за последние 4 сезона. Как и Кавани, Неймар половину сезона лечил колено, но когда выходил на поле, был лучшим в команде по обводке.